Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики и гости моего канала. Сейчас я поделюсь своим опытом приготовления в домашних условиях консервов из мороженной скумплии. Я долго искал в интернете способ приготовления скумплии именно в стеклянных банках, позволяющий заготовить эти консервы впрок с длительным сроком их хранения. Однако ничего подобного я там не нашел. Поэтому, проанализировав большинство рецептов, я принялся за работу, используя метод проб и ошибок. Предлаганный мной сейчас вариант является оптимальный. Он проверен на практике. Скумплия получается нервной, сочной и очень вкусной. И не хуже магазинных консервов в металлических банках. Для жарки или ухи скумплия не подходит. В таком виде она жесткая и невкусная. Скумплия в основном солят, маринуют или коптят. А вот консервы из скумплии получаются великолепные. У меня 5 замороженных скумбрий общим весом около 2 кг. Рыбу нужно, прежде всего, разморозить. Лучше всего это сделать в холодильнике или на балконе при температуре около 7-12 градусов. Эта процедура занимает от 7 до 12 часов. Дальше. Осторожно отделяем головы. Ножницами отрезаем плавники и хвост. Разрезаем брюхо. Осторожно удаляем кишки. Моем рыбу в холодной воде. Особенно тщательно внутри. Кровь и черная пленка не должны оставаться на рыбе и попасть в консервы. Делаем это осторожно. Скумплия, особенно размороженная, очень нежная и жирная. Режем скумбрию на порционные куски тонким и острым ножом со спинки. Длина куска примерно от 3 до 2 см. Разная. Так удобнее полностью использовать емкость банок. В таком виде рыба мою уже подготовлена. Вот она. С учетом указанных выше требований. Следующий этап – это приготовление заливки. Для этого целесообразно использовать металлическую 1-литровую кружку и обычную крупную чашку. Металлическую кружку бросаем в луковую шелуху, в горсть луковой шелухи. И луковицу. Вот луковица такого размера, измельченная на терке. Металлическую кружку бросаем в луковую шелуху, в горсть луковой шелухи. Мы тоже сюда добавляем. И сюда заливаем 1 стакан кипятка. Ну, у меня, мне удобнее заливать чашкой, поскольку здесь есть ручка и кипяток все-таки горячий. Заливаем кипятком. Все тщательно перемешиваем. Кипятим на слабом огне примерно минут 10. В чашку наливаем 1 стакан кипятка. Помещаем 5 пакетиков чёрного растворимого чая. Или 5 ложек нерастворимого, обычного. Перемешиваем хорошенько и даем настояться примерно 3 минуты. Итак, чай у нас уже заварился. Вынимаем пакетики, отжимаем их и удаляем из кружки. В чашку помещаем 2 пакетика бульона с беконом. Бульон с беконом. Каждый пакетик весит 10 грамм. Пакетик весит 10 грамм. Каждый пакетик весит 10 грамм. Каждый пакетик весит 10 грамм. Каждый пакетик весит 10 грамм. М bekommt 1 чайную сахм. Можете линию. Пакетик весит 90 грамм. хорошенько размешиваем если у вас нет такого бульона можно заменить кубиками куриного бульона галинобланта они тоже имеют вес 10 грамм добавляем сюда чайную ложку сахара и 2 чайные ложки соевого соуса желательно также добавить небольшую щепотку лимонной кислоты затем необходимо процедить содержание кружки с луком и добавить туда чайную заварку с ингредиентами все тщательно перемешиваем и заливка готова дальше идет загрузка банок банки должны быть широкие низкие с завинчивающимися крышками из таких банок из таких банок очень удобно доставать рыбу без ее повреждения а также предотвратить срыв крышек в процессе приготовления консервов в магазинах и торговых точках на рынке можно купить такие банки емкостью 0,25 и 0,33 литра итак приступаем непосредственно к загрузке банок на дно каждой банки укладываем половину лаврового листика одну или две горошинки душистого перца дальше закладываем в банку куски рыбы сверху В процессе наполнения банки можно добавить 5-6 штук горошин черного горького перца. Как видите, в баночку 0,25 литра поместилось у нас 3 куска, а в баночку 0,33 поместилось 5 кусков, то есть в 2 ряда. Дальше наливаем в каждую банку заливку. Немножко перелил. Постоит пусть чуть-чуть, чтобы вошла во все отверстия и поры. Добавляем в каждую баночку немножко жидкого дыма. Для запаха копчености. Это по желанию. Значит, надо примерно от полкубика до одного кубика. У меня вот есть микроложечка, которая имеет объем полкубика. Вот я ей буду наливать. Сюда можно 2, то есть 1 кубик. А это меньше баночка, можно и снова. Дальше. Завершает комплектацию банки подсолнечное масло. Можно любое растительное масло использовать, но я использую чаще всего подсолнечное. В каждую баночку нужно 2 столовые ложки рафинированного растительного масла. Завершает комплектацию банки подсолнечное масло. Комплектация банок завершена. Крышки завинчиваем сразу туго. Всего у нас получилось 7 баночек разной емкости. От 0,25 до 0,5 литра. Два килограмма мороженой рыбы разместились в 2 литрах суммарной емкости банок. Таким образом, для выбора количества и емкости банок, нужно иметь в виду, что на 1 килограмм мороженой скумбрии необходимо подготовить 1 литр суммарной емкости банок. В 8-литровой кастрюле баночки разместились следующим образом. На дно я положил тряпочку, можно положить полотенце, но это не обязательно. Крышки очень хорошо держат герметичность, и туда не попадает вода. Дальше. Теперь заливаем в кастрюлю воду. Я обычно заливаю тёплую воду. Обращаю ваше внимание, что вода может покрывать крышки. Туда вода не попадёт. Крышки хорошо держат герметичность. Для того, чтобы не всплывали наши баночки, можно положить какой-то грузик сверху. Вполне достаточно даже одной вот этой металлической крышки. Ставим теперь эту кастрюлю на плитку. После того, как вода закипит, необходимо выдержать кипящие, стерилизующиеся банки в этой же кастрюле 5-6 часов. Нельзя сразу вынимать из горячей воды банки. Нужно дать им остыть вместе с водой. После этого можно их вынуть, высушить и поставить в прохладное место. Или в погреб, или в холодильник. Будем ожидать начала кипения. Стерилизовать консервы скумбрии можно и в мультиварке с давлением. При режиме тушения требуется всего лишь полтора часа. Нужно поддерживать вот такую интенсивность кипения. Доливать можно только кипяток, иначе треснут банки. Если вы заметили в воде следы масла, не пугайтесь, ничего плохого не произошло. Избыточное давление в закрытой банке вытеснило излишек жидкости. Вода туда не попала. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok